Я эту программу веду очень необычно, не из нашего телевизионного студийного офиса, а здесь мой рабочий кабинет Виктора Буланкина, директора центра креативных индустрий. Но причина очень приятная. У нас сегодня в гостях начальник отдела регионального развития Союза кинематографистов России. Это Андрей Тричалин. Я правильно говорю? Правильно. Андрей, ваш визит в Новосибирск, он, понятно, не просто ознакомительный. Кстати, первый раз в Новосибирске? Да нет, бывало уже здесь. Бывали, да. Ну, это далекие 80-е. А, понятно. Спустя практически 40 лет, ну или 35 с половинкой. Я знаю, что вы приехали сюда для того, чтобы отметить работу местного отделения Союза кинематографистов на определенном этапе, решить какие-то организационные, что, наверное, естественно, вопросы. И мы чрезвычайно рады тому, что нашлась возможность дать интервью Дому культуры 49-го телеканала. Что такое Союз кинематографистов России сегодня, вот спустя годы, вот в этой точке, где мы с вами находимся? Насколько он инфраструктурно движется куда-то, растет, обновляется? И вообще, чем занимается Союз? Ну, растет он всегда, рос в любое время. И в Советской, и в сегодняшней. На сегодняшний день у Союза кинематографистов 56 отделений и представительств. Практически мы охватываем всю Россию. Сегодняшний день – день отчетно-выборного собрания в Новосибирске, поэтому мы поучаствуем в нем, поговорим о текущих делах, что будет в дальнейшем. И хотелось бы, конечно, поскольку я занимаюсь в Союзе именно регионами, вот я и с ребятами сегодня говорил, с местными членами Союза, мало общения происходит меж регионами. А ведь мы охватываем всю Россию. А кто-то одно умеет, кто-то другое умеет. Но никто с этим не делится, не общается друг с другом. Потому что те же места для съемок, выбор каких-то, ведь можно куда-то поехать. Вот недавно, как говорится, уже 6 лет, как Крым к нам присоединили. Там у нас большое, у нас есть отделение, Крымское отделение Союза. Да, и есть Севастопольское представительство, которое, кстати, возглавляет Татьяна Клюева. Это небезызвестная всем по детству Варвара Краса, Длинная Коса. Конечно. Их очень мало осталось, как говорится, на сегодняшний день в живых, которые снимались у таких мастеров, как Роу. Но известные сказочники, фотографисты. Да, именно, поскольку на сегодняшний день детское кино практически не производится. К сожалению. Очень редко. Да, а раньше это была целая индустрия, и в основном она снималась вся в Крыму. Что касается Новосибирска, конечно, ему надо развиваться. Вот мы поговорили, почему-то не отмечается в этом году, как мне сказали, уже 50 лет Новосибирскому отделению. Но как это, это не озвучивается, не звучит. И я вот хотел обратиться к руководству местного отделения, чтобы они как-то… Активно это делали. Активно, да. Потому что я вот был буквально месяц назад в Казани, где отмечал 40 лет казанскому отделению, татарстанскому отделению. И там это довольно-таки широко отмечалось на уровне города и президента республики. И все были счастливы и довольны. Здесь немножечко как-то это пришло в упадок, так скажем. Ну, да, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, надо молодую кровь сюда. Потому что за последнее время… Совершенно, согласен. Вот я поддерживаю отношения с местным союзом, ну, поскольку достаточно много кинематографистов в области, наверное, документального кино, прежде всего, были представлены среди членов. И мало молодежи, потому что здесь молодежный центр, который, ну, должен был бы быть, наверное, в Новосибирске. Потому что мимо Новосибирской питчинги, который организует союз вместе с Министерством культуры… То есть его и надо и создавать, молодежный центр. Именно его создавать. Почему-то все упираются в то, что должен быть обязательно членом союза. Ну, конечно. Но по нашему уставу… Абсолютно свободно все можно делать. Да, все могут, это пройдет, год-два приглядели, человек действительно решил посвятить свою жизнь кинематографу, тогда уже принимать в союз. А так молодежные клубы создавать, вот мы вчера встречались с директором кинотеатра «Победа», она очень активно на это настроена, сказала там молодежи, около ста человек, которые готовы работать. Почему нет? Сделать какой-то киноклуб, как это во многих регионах и происходит. И именно молодежь привлекать к работе. Потому что мы сейчас живем в такое время, что практически снимают на все, что под рукой. Да, на мыницу на любой, да, вы правильно говорите, Андрей. Каждый, даже появились фестивали, именно фестивали, вот я знаю, в Севастополе они сейчас его получили президентский грант на проведение фестиваля «Моя Родина». Это все, что сняли на мобильный телефон, что человеку нравится в своем регионе. Он это отснимает и отправляет туда на конкурс. Поэтому работают непочатый край. Тем более есть ресурсы. Новосибирск такой округ, что активный, активный совершенно. Имеет такие исторические корни хорошие. И ландшафты здесь хорошие. Здесь работать и работать. Тем более рядом, в принципе, я считаю, что рядом тот же Уральский округ, Екатеринбург, где у нас крепкий руководитель, макеранец Владимир Ильич. Там у него и дом кино и все остальное. И вот здесь бы тоже в Новосибирске хотелось бы увидеть и дом кино. Да. Где встречались бы люди по интересам, обсуждали свои проекты и все остальное. И музей кино, вы правильно говорили, что надо создавать его. И мы готовы в этом помогать. Потому что много у нас актеров, режиссеров, у которых остались какие-то вещи. Мы их можем собирать. Вот я вчера ребятам говорил, что у меня, например, осталась летная куртка Николая Рыбникова из фильма Татьяны Лиозного «Им покоряется небо», в которой он снимался. Но это, безусловно, интересно. Да. Ну, вот она лежит мертвым грузом. И я говорю, давайте передать. Можно будет это передать в качестве коллекции. Конечно, конечно. Очень интересно, Андрей, то, что вы говорите. Буквально недавно, в День российского кино, губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников принял решение в формате технопрома, значит, научного, скажем, обсуждения, о открытии фестиваля научного кино. Его в Новосибирске нет. И вообще научное кино, это, конечно, не вещь в себе. Сегодня очень много за счет интернета различных форм, значит, научного, интерактивного кино. И мы были бы крайне заинтересованы в развитии такого фестивального проекта в Новосибирске. Это внимание, скажем так, нашей региональной власти достаточно серьезное. Все, что касается кинокомиссии, которая вот к году кино, помните, Министерство культуры при инициативе, естественно, Союза кинематографистов организовывала. К сожалению, пока не везде реагирует на это надлежащим образом. И мы тоже считаем, что власть реагирует всегда на результат. Ей легче принимать решение, когда вот вы правильно говорите. Вот Союз сам по себе должен быть активен, чтобы и дом кино рождался, и молодежь вокруг формировалась. И здесь я с вами абсолютно согласен. Вот мы коснулись темы молодых. Креативные индустрии чаще звучат сегодня. И кино является центром. Потому что просто организуют вокруг себя все креативные индустрии. Ваше мнение, насколько здесь все эффективно и достаточной поддержки государства в производстве кино? Вот несколько слов об этом, Андрей, пожалуйста. Ну, достаточной поддержки никогда не бывает. Это любого человека, вы спросите, как ему на все хватает. И любой человек ответит, насколько бы богат он не был. Он говорит, да нет, конечно, откуда там чего. Ну, а кино – это продукт дорогостоящий. Поэтому, соответственно, на это никогда не хватает денег. И единственное, вот в данном регионе, вот Новосибирск в частности, конечно, здесь не хватает полномасштабного кинофестиваля. Потому что его просто нет. В любом регионе, практически у нас во всех регионах, есть местные кинофестивали. Потому что это, я не хочу сказать, что это какое-то торжество, или это торжество само собой. Люди увидят каких-то медийных лиц, известных актеров, режиссеров. Но просто фестивали дают людям посмотреть фильмы, и, главное, бесплатно посмотреть фильмы. Как правило, это бесплатные кинопоказы, которые они не увидят ни по телевизору, ни в кинофестивале. Потому что многие сейчас все зависят от проката. И, соответственно, не все фильмы, и документальные, и игровые идут к зрителю. Они все ложатся на полки, в основном архивы, это Красногорский госфильмофонд. Они остаются там, и люди их не видят. И фестивали – это единственные точки, где люди могут это увидеть и посмотреть. Конечно, кому это интересно. Да, безусловно, я с вами полностью согласен. Мы будем думать над этим предложением. Может быть, как раз юбилейный год, столетие, и создаст основу для проведения организации в Новосибирске такого полномасштабного кинофестиваля, который объединит сегодня и разные жанры кино. Конечно. И документальное, и научное, и игровое, и мультипликацию. Потому что сегодня принято решение о создании образования в области мультипликации на площадке университета архитектуры, дизайна, искусств. И здесь вот образовательная часть у нас подходит. Скажите, пожалуйста, а вот дальше за пределами Сибири Дальний Восток, насколько развивается тот регион за нами следом Дальневосточная? Ну, тоже не очень. Слабенько, да. Тишина, да. Но погубили, конечно, многое погубило в 90-е годы. Когда кинематограф убал, у вас же тоже была сибирская киностудия. Западно-сибирская студия кинокротики, Новосибирск телефильм. Ее убрали, да. И так же, ну, люди есть люди. Кино не востребовано, они уходят в другие профессии. В частности, вот на Дальнем Востоке я знаю, что они половину там ушли все работать в рыбную промышленность. Ушли на сцене. Там профильная деятельность. Да. Поэтому не очень. Конечно, там в Иркутске сильная, например, организация возглавляет ее Ольга Бельская. Ну, вот в Якутии Бельская. Да, в Якутии сейчас очень активно спровоцировалось, в том числе и власть. Вот поддержку оказывается, что чрезвычайно важно. Андрей, чрезвычайно интересная наша беседа. Я желаю вам хорошей работы в Новосибирске. Спасибо. И очень рассчитываю, что то, о чем мы с вами говорили, значит, сибирское кино, очень рассчитываю, что будет прирастать и филиалом ВГИКа, о котором мы только что говорили, и дай бог, чтобы мы открыли. И, конечно, будем ждать Союз кинематографистов России на наши праздничные торжества, которые, безусловно, дают возможность и большего внимания, в том числе и к 50-летию отделения, Новосибирского отделения Союза кинематографистов России и будущему столетию. Сердечно благодарю и будем рады вновь видеть на нашем телеэкране. Спасибо. И вам отдельное спасибо, что, насколько я слышал, вы приютили наш Союз кинематографистам, выделяете им помещение. Абсолютно верно. Потому что я считаю, что, конечно, у Союза должна быть своя площадка. Мы на площадке Центра креативных индустрий делаем все для того, чтобы здесь управление было распортировано. И постоянные кинопоказы, различные формы сотрудничества, проведения мероприятий самых разных. Это мы, безусловно, готовы сделать здесь, на площадке. Всем региональном кино. Вы снимаете, люди снимают и все это видят. Спасибо большое. Благодарю, дорогие друзья. До новых встреч. Дом культуры на 49-м канале. С вами не прощается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова